Приветствую вас, Майя. Я не думаю, что с советами здесь можно решить проблему, хотя бы потому что советовать в принципе дело неблагодарное. Можно было бы дать вам некоторую рекомендацию, если бы была бы возможность с вами поговорить более, так сказать, плотно, да, и более подробно исследовать ваши ситуации, можно было бы дать вам какую-то рекомендацию. То, что вы написываете, да, здесь, мне кажется, советую давать, ну, мягко говоря, промечиво, потому что может быть много разных нюансов, о которых даже вы можете, там, всего ряда причин не подозревать. Поэтому, мне кажется, что насчёт советов давайте пока остановимся, кроме того, психологи вообще советов не дают, поэтому, поэтому мне кажется, что вы вот несколько, несколько, ну, ошибаетесь, думая, что вот психологи дадут вам совет, поэтому давайте как бы на этом моменте мы с вами остановимся. Вот. Что касается ситуации с молодым человеком и выбором, то здесь, на мой взгляд, как бы решение принимать вам исключительно, потому что в зависимости от ваших цен, ценностей, как бы, вот. Вот. Но на что я могу обратить ваше внимание, например, я могу обратить ваше внимание на то, что вы, как мне показалось, боитесь его потерять. Вот. Я могу ошибаться, но мне показалось, что вы боитесь, не боитесь своего молодого человека потерять. Если это так, то вот страх потери молодого человека, это, пожалуй, то, на что я рекомендовал бы вам обратить внимание свое в первую очередь. Потому что бояться человека, именно потерять, это не лучшая вообще позиция, не лучшая мотивация для выстраивания любых отношений. Вот. Я уже молчу про, значит, про романтические отношения. Вот. Поэтому решать, конечно, вам, вне всякого сомнения. Но, на мой взгляд, вот, было бы здорово, если бы вы, как-то вот, знаете, знаете, дополнительно, что ли, поработали бы, поработали бы с вот этой вот позицией. Значит, значит, что вы можете потерять человека. Вот. Да, мы сейчас страх потери, это больше про то, что вы сами теряете в отношениях, и что вы, в чем точнее, вы сами нуждают. Ну, вот, в отношениях уже. Вот. Поэтому тут, как бы, момент такой, достаточно, я бы сказал, деликатный. И вот, когда, если вы разберетесь в том, что мотивирует вас бояться потерять человека, да, и чего вам, там, может не хватать, что вы боитесь потерять его. Вот. Тогда вы уже можете, сможете, на мой взгляд, принимать решение. Вы можете, на мой взгляд, тогда уже делать выбор абсолютно спокойно и абсолютно естественно, не как бы мучаясь, да, то есть ты свободно, ну, вот, как бы прислушиваясь, в общем-то целом. Только к себе, прислушиваясь к себе, прислушиваясь вот к тому, что вам самой хочется, что вам самой ближе. Потому что ценности у всех людей разные и мне кажется, кажется, что вам нужно самой себя услышать в этом смысле и понять, какое решение вы хотите принять. Потому что, потому что, потому что вам с этим решением жить не кому-то, а вам, только вам. И, соответственно, очень важно, чтобы это решение было принято максимально, ну, не осознанно, да, а максимально в, может быть, ВКонтакте. ВКонтакте с собой, я бы, наверное, я бы, наверное, так сказал бы. Вот, потому что, если так не будет, вот, то будут у нас, будут у вас, будут сложности, вот, к сожалению. А мне бы этого, для вас, мне бы, например, этого не хотелось бы. Ну, потому что, понятное дело, что моя задача вам помочь, моя задача постараться сделать так, чтобы вам было хорошо. Вот, моя задача заключается в том, чтобы помочь вам оформлять лучше себя. Такая вот история, такой аспект, я бы хотел, ну, обратить ваше внимание на этот аспект, на этот момент. Вот, а так, выбор, конечно, не равноценный, да, потому что, ну, то есть, выбор невозможный, я бы так сказал. Потому что, по сути, вы сейчас выбираете между, там, своей карьерой, да, своим, своим будущим, вот, и молодым человеком. Ну, вот, ну, это, на мой взгляд, это, на мой взгляд, это, как бы, манипуляция, что ли, со стороны, со стороны мужчины. Так мне это видится, по крайней мере, потому что, если человек не готов, вот, к такой жизни, это, безусловно, безусловно, это его, право, это его выбор. Ну, вот, но требовать, требовать от вас, чтобы, чтобы вы, там, отказывались от своих, там, желаний и прочего, да. Да, ну, это немножко не похоже на любовь, потому что, в моём понимании, любовь, это когда, я заинтересован, заинтересован в росте твоём, ну, условно говоря, твоём, да, то есть, когда я заинтересован в росте другого человека. Вот, а здесь, да, при всём желании, вот, этого самого роста, желания заинтересован в росте, я здесь увидеть, к сожалению, не могу, не могу. Вот, может быть, конечно, вы всё так представили, но выглядит всё, вот, таким образом, не очень утешительно, брать я вам не буду. Вот, поэтому, поэтому, я говорил, что первоначально нужно, как мне кажется, разобраться в себе, да, посмотреть на свой страх, вот, страх потери человека, да, потому что, ну, вы не можете быть таким образом, если боитесь потерять, вы не можете быть свободным в принятии решения, вот, а дальше уже определяться с выбором, вот. Мне кажется, вот такой ответ вам можно дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и, в том числе, с точки зрения, ну, моего опыта, который у меня есть, значит, значит, ну, с точки зрения того опыта, который я приобрёл, вот, за время своей работы с людьми, вот. Опять же, у вас может быть другая позиция относительно любви, да, то есть, я не говорю, что вы принимали мою позицию, вот. Я просто больше про то, что любовь может быть разной, если вы так считаете, то, как бы, всё отлично, всё супер, никаких проблем, если вы так считаете. Вот. Важно немножко другое. Важно то, что вы боитесь сейчас потерять мужчину, вот, вы не хотите его терять из-за своих желаний. Да? Вот. То есть, почему-то, э, расставание с планем давать саботеры. Вот. Вот. Вот на этот момент хотелось бы обратить ваше внимание, что только на этом. И всё. Остальное я хочу, чтобы вы решали сами. Сами. Вот. Ну, может быть, только как психологи мы могли бы по задавать вам вопросы, вот, наводящие в том числе, вот. Чтоб вы могли лучше ориентироваться в себе в том числе, да, как бы. Вот. Вот. Но решение принимаете вы. И только вы. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь всё более чем очевидно и прозрачно. Я не хотел бы, чтобы было как-то иначе. Вот. И не хотел бы каких-то замен, да, да. То есть, ну, чтобы, чтобы вы чью-то позицию ставили, там, зам, ну, на месфайде. Это было бы несправедливо. По отношению к вам и не коммунистично. Вот. Я понимаю, что вы не уверены в себе. Вот. Я понимаю, что вам сложно, так сказать, принять решение. Вот. Но сверните с тем, что, вероятно, вам сложно додумать некоторые свои мысли. Вот. Ну, может быть, в силу того, что они для вас неправильческие. Может быть, в силу того, что они для вас с чем-то болезненным. Может быть, еще по каким-то причинам. Вот. Тут нужно, мне кажется, смотреть. Вот. Исследовать этот момент. Вот. Но мне видится ситуация вот такой. Часто при подобных сомнениях задают вопрос. Ну, вот. Представьте себе, что вы, например, занимаетесь творчеством. Допустим, вы занимаетесь творчеством, но без молодого человека. Да? Что с вами происходит. Или представьте, допустим, вы с молодым человеком, но без творчества. Что в этом? Что в этом случае с вами происходит? Вот. Есть разные варианты. Представьте себе разные варианты и посмотрите на свои ощущения. Какие у вас возникают ощущения. Именно ощущения. То есть, вот, именно по ощущениям, что возникает. Вот. Именно по восприятию картинки. Что возникает. И здесь главное быть, знаете, максимально к себе внимательным. Потому что если вы не будете к себе внимательны. Или честны. Да? Если вы себя, например, будете обманывать, то ничего не получится. Вот. Идея именно в том, чтобы вы были максимально честны к себе. Вот. Если вы будете честны максимально к себе. Вот. То в таком случае у вас появится реальный шанс на то, чтобы ситуация стала понятной. Вам, по крайней мере. Вот. 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 Наверное. Такой ответ. Я бы хотел вам дать. Все остальное по поводу того, что самое главное это семья или напротив самое главное это реализация и карьера. Мне кажется, все остальное не столь важно. Потому что для каждого человека это свое. Каждому человеку. Каждого человека делают счастливым разные. Вот. И я уверен, что есть кто, что делает счастливый вас. Вот. Но только вы, на мой взгляд, себе как-то вот, может быть, запрещаете... Запрещаете себе это чувствовать. Запрещаете себе это ощущать. Запрещаете себе это воплощать. Вот. Скорее всего так. А вот получить все и сразу получается довольно редко. На этом все. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моим ответам. Это поможет вам начать работу над собой. Ставьте сейчас, пост Battery. Полагающий mio структ. Продолжение следует. Продолжение следует...